По Пушкину взрываюсь и парю, лечу в мир сказок и вестей, и так влюблённо говорю, Россия велика поэзией своей. Я великому мастеру падаю в ноги и нисколько сейчас не жалею об этом. Здравствуй, Пушкин. Свои стихи самарские поэты посвящают мастеру и повелителю слова. Он кумир, поэтический наставник, образец для подражания и недостижимый идеал. 10 февраля, трагический для русской поэзии день. 178 лет назад остановилось в сердце гения. Звон колоколов Иверского монастыря прозвучал в минуту смерти Александра Сергеевича Пушкина. Он ушёл из жизни через два дня после рокового выстрела на дуэли с Дантесом. Почтить память Александра Сергеевича каждый год в сквере его имени собираются поклонники поэзии. Делаем всё, чтобы память этому великому нашему поэту никогда не умирала. Долгое время навязываемые извне чуждые русскому человеку идеалы постепенно уходят. И молодое поколение вспоминает об истинных национальных ценностях. И вновь звучит Пушкин. Я вас любил. Любовь ещё, быть может, в моей душе угасла не совсем. Я помню чудные мгновения. Передо мной явилась ты, как божество, как вдохновение, как гений чистой красоты. У лукоморья дуб зелёный, золотая цепь на дубе дом. И днём, и ночью ход учёный, всё входит в воздухе кругом. Вот только народная тропа к памятнику Пушкину к началу 21 века стала зарастать. О полноценном возрождении говорить ещё рано. Ведь вот как Татьяна Толстая в своём романе «Кысь» ещё в 2000 году сказала, тропу-то к Пушкину пропалывать надо. То, что мы сейчас имеем, это вот такая кроха поклонения Пушкину. Здесь же должны быть, ну, если не тысячи, то сотни людей. Но всё же классика в сердцах молодёжи находит отклик. Нетленные произведения Пушкина читают, учат, декламируют. Великая поэзия бессмертна. Марина Кравцова, Константин Головин. События.